Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для легитимности и прозрачности выборного процесса в региональном избиркоме подписали протокол взаимодействия с общественным штабом. В Самарской области проведут профилактическую вакцинацию граждан из группы РИСКО, которые постоянно контактируют с другими людьми. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Светлана Архипова. В группу РИСКО входят следующие граждане. Работники образовательных учреждений, работники медицинских организаций, работники социальной сферы и сферы обслуживания. Также прививка будет нужна государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления. Это связано с тем, что в регионе сейчас неблагополучная эпидемиологическая ситуация и отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, особенно среди детей от 7 до 14 лет. А за последнюю неделю в регионе зарегистрирован подъем заболеваемости на 30%. В Самарской области планируют ввести паспорта вакцинации для организаций, в которых прививку от коронавируса сделали 60% сотрудников. Новый документ может появиться к началу осени. Об этом говорили на заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом. Обсудили и ряд других мер. Подробнее расскажет Мария Левина. В Самарской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Показатели приближаются к цифрам прошлой зимы, когда действовал масштабный комплекс ограничительных мер. Так оценивают текущую эпидемиологическую ситуацию специалисты регионального Роспотребнадзора. Отметим, что данные по Самарской области ниже, чем по стране в целом. За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости зафиксирован среди детей до года и молодых людей от 18 до 29 лет. На фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом специалисты заметили и тенденцию роста заболеваемости ОРВИ. Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести дополнительные ограничительные меры. Перевод организаций и учреждений, оказывающих услуги населению на режим работы по предварительной записи. На фудкортах ввести обслуживание только на вынос. Приостановить все развлекательные мероприятия в общественных местах. Усилить контроль за соблюдением масочного режима. Эти меры были также поддержаны областным Минздравом. Сейчас риск достаточно высок, что население будет заключено в большем количестве в любви в процесс. В связи с этим, мы проживаем в любви в приятии массовой операции. Продолжается вакцинация. Первым компонентом вакцины привиты почти 645 тысяч жителей. Из них более 456 тысяч завершили вакцинацию, получив и второй компонент. Еще более 50 тысяч доз спутника ВИД оставят в регион в ближайшее время. Для 60% уровня вакцинации где-то примерно месяц-полтора отраслевому сообществу. Поэтому предлагается рекомендационный характер ввести до 1 сентября. А с 1 сентября вводить уже в более жестком режиме, если темпы будут недовлетворительными. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян сообщил, 66% заболевших сейчас проходят лечение амбулаторно, 34% находятся в госпиталях. При этом из них свыше 80% средней тяжести, а почти 14% – тяжелые пациенты. Более половины больных с коронавирусом и подозрением на него находятся на кислородной поддержке. Свободный коечный фонд – 650 мест. Если он снизится до 400, в течение пяти дней будут развернуты дополнительные койки. Также обсудили систему ввода паспортов коллективной иммунизации для предприятий, получить которые можно, если 60% сотрудников прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. На региональном баталии Госуслуг подает направление, где указывает перечень своих сотрудников. Дальше поступает в информационную программу. И в этой информационной программе происходит валидация, сравнение с федеральным регистром переболевших и с федеральным регистром вакцинированных. И если доля иммунизированных менее 60%, то на региональном портале государственных услуг организация получает отказ в получении паспорта. Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение проанализировать эффективность ограничительных мер, которые вводились в регионе ранее, и тех, которые принимают сейчас другие регионы страны, где эпид-обстановка ухудшается. Решение о новых мерах будет принято по итогам следующих заседаний регионального оперативного штаба после проведения аналитической проверки. Мария Левина, События. В субботу, 25 июля, Россия возобновит перелеты во Францию и Чехию. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. Авиасообщения с Францией возобновят по маршрутам Москва-Париж и Москва-Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, а также Санкт-Петербург-Париж и Санкт-Петербург-Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте. Перелеты в Чехию откроют по маршруту Москва-Прага с частотой 4 рейса в неделю. Члены оперативного штаба также обсудили возможность возобновления авиасообщения с городами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Для обеспечения охраны здоровья российских туристов в Египет направят делегацию для оценки эпидемиологической ситуации. По итогам визита оперативный штаб примет решение о возобновлении перелетов. Отреставрированный МиГ-17 в виде памятника установят в Волгаре на кольцевой развязке улицы Осетинской и бульвара Засамарская Слобода. Такое решение приняли на выездном совещании глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн при участии глав районов, профильных департаментов и общественников. Выбирали из нескольких локаций. Одна из них на пересечении Московского шоссе Маломосковской в районе Самарского университета. Но от этой площадки отказались, так как два самолета на Московском шоссе могли привести граждан к путанице. Напомним, с инициативой о переносе МиГ-17 с территории бывшего штаба 76-й дивизии ПВО на Ярошевского выступили местные жители. По их мнению, после передислокации воинской части самолет мог быть уничтожен. Вот эта триада, боевые самолеты-истребители в годы войны Ил-2, МиГи и затем уже космические ракеты Куйбышевского самарского производства, вот это они показывают весь масштаб, почему мы космическая столица. Сейчас реставрация самолета подходит к концу. Я уверен, что он станет гордостью и достопримечательностью не только тех, кто живет в Волгаре, но и тех, кто проезжает мимо. В Самаре установят памятники и почетным гражданам Самарской области, герою Советского Союза Владимиру Чудайкину и первому директору Куйбышевской шоколадной фабрики Елене Шпаковой. Об этом стало известно во время встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с главой города Еленой Лапушкиной и героем социалистического труда, председателем клуба почетных граждан Самарской области Максимом Аводенко. Уже проведена большая работа с городской администрацией. Имеются эскизы, монументов, есть поддержка со стороны общественных организаций. Обсуждаются и места установки памятников, сообщил Максим Аводенко. Их могут установить уже в юбилейный год 170-летия губернии. Качественная пища в помощь для усвоения новых знаний. В Самаре в 19 школах ведут капитальный ремонт пищеблоков. Обновляют и кухни, и обеденные зоны. На каком этапе работы сейчас проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она проинспектировала несколько учреждений. Есть ли замечания, расскажем в следующем сюжете. Для достижения высших спортивных результатов атлетам требуется качественное питание. Об этом хорошо знают в Самарском спортивном лицее. Этим летом здесь проводят капитальный ремонт столовой. Устанавливают новое оборудование, расширяют сам обеденный зал. Впереди осталась чистовая отделка помещения. Теперь здесь ученики в комфортных условиях смогут получать необходимые силы для усвоения знаний и достижения новых спортивных рекордов. Есть ряд детей, которые уходят на утреннюю тренировку в 6-7. Дальше они приходят в лицей учиться. И хотелось бы, чтобы у них был завтрак второй, даже если они дома первый раз поели. И затем дальше дети уходят тренироваться. Домой возвращаются эти дети в 5, 6, 7, 8, 9 вечера. В зависимости от того, в какой части города они живут. Поэтому, конечно же, потребность в питании огромная. Такой же комплексный подход к ремонту столовых используют и в других образовательных учреждениях. Обязательно полностью под замену идет кухонное оборудование. Новое соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и пожарной безопасности. Если необходимо, то приводят в порядок и обеденные залы. Также закупают новые столы и стулья, проводят косметический ремонт. Сейчас все работы в самом разгаре. Непосредственно проверка готовности учреждения будет традиционно проходить в начале августа, для того, чтобы убедиться, что с 1 сентября школы могут принять всех детей. Как в школах ремонтируют пищеблоки, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она проинспектировала несколько школ. Замечания остались к одному образовательному учреждению. Подрядчики могут не успеть выполнить работы в срок. Но после встречи с главой пообещали нагнать отставание. В остальных школах все работы идут по графику. Понимаю, что закуплено оборудование, понимаю, что закуплено уже и мебель для пищеблоков, и мебель для столовых, для детей. Поэтому все расставит вовремя. Остались только отделочные работы. И подрядчики достаточно ответственно относятся к своей работе. Всего в этом году пищеблоки капитально отремонтируют в 19 самарских школах. Все работы будут проходить под контролем городских властей. Андрей Горгуленко, События. В Самаре перераспределили бюджет на важные социальные нужды. Изменения обсудили на заседании городской думы. Дополнительные деньги направят на строительство школ и детских садов. Ремонт дорог и поддержку транспортной отрасли. Продолжит тему наша съемочная группа. В Самаре станет больше школ и детских садов. Также поддержку окажут транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки. Об этом стало известно на 16 заседании думы городского округа с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Главной повесткой стало перераспределение бюджета на важные социальные направления. Ведь доходность городской казны на 2021 год превысит 32 миллиарда рублей. Благодаря новым безвозмездным поступлениям средств из вышестоящих бюджетов. Мы провели сегодня изменения бюджетов, потому что прожили финансовое календарное полугодие. Сегодня мы, выслушав предложения от всех руководителей, внеся свои предложения, потому что они формируются в ходе той же жизни, с мест, как говорится. Таким образом обеспечит софинансирование строительства образовательных учреждений и благоустройство территории вокруг них. Конкретно это детский сад в Кировском районе, подъездные пути, это очень важно. Это софинансирование второго корпуса школы на пятой просеке. Ее там жители и дети очень ждут. Заложили в бюджет и приобретение помещений для создания дополнительных мест в детских садах. Перераспределены субсидии на школьное питание в учебных учреждениях, которые вводятся в эксплуатацию в этом году и уже 1 сентября примут первых школьников. А именно 26-я школа на пятой просеке и 68-я в Новой Самаре. Андрей Горгуленко, Ольга Хомракулова, Николай Пифанов. События. Из стесненных условий в просторные квартиры глава Самары Елена Лапушкина вручила сертификаты на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилья двум многодетным семьям. Теперь они смогут потратить эти деньги, чтобы улучшить свои жилищные условия, ведь в каждой семье по пять детей. Что нужно для счастливой жизни многодетным мамам, расскажем далее. Елена Пирогова и пять ее дочерей живут в небольшой двухкомнатной квартире. Как признается многодетная мама, каждое утро большое приключение. Как всем собраться на учебу, чтобы никто не опоздал. Пандемия помогла, поскольку теперь занятия начинаются в разное время, но условия все равно очень стесненные. Сейчас семья ищет новую квартиру, которая будет просторнее и уютнее. Мы обращаем внимание на район, чтобы, во-первых, была школа, это раз. Чтобы была транспортная развязка, чтобы старшим детям было удобно добираться до места обучения, желательно с одним транспортом, либо хотя бы с одной пересадкой. Можно было пользоваться сезонкой и так далее. Все-таки это тоже большая экономия для семьи. И, конечно же, чтобы двор был для маленьких детей. Приобрести новую квартиру Пироговым, как и семье Михайловых, в которой тоже пятеро детей, четыре дочери и один сын, помогут социальные выплаты на приобретение жилых помещений с городского бюджета. Их учредили для семей, в которых от пяти детей и больше, в соответствии с постановлением президента России Владимира Путина. Сертификаты на получение средств семьям вручали глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Хочу поблагодарить вас, Елена Михайловна, и вас, Света Алексеевна, за ваше мужество, за вашу материнскую любовь, за вашу завоту. И хочу пожелать, чтобы все сертификаты все-таки вам были опорой и помощью в вашем материнском деле. И чтобы дети ваши были счастливы и здоровы, чтобы вы радовались их успеху. В Самаре такую выплату получили уже четыре семьи. Две сейчас и еще две в прошлом году. Размер выплат складывается из количества членов семьи, средней стоимости одного квадратного метра общей жилой площади и нормы, предоставляемой площади жилого помещения муниципального фонда. Родителям также пояснили, как и когда они смогут воспользоваться своими сертификатами, чтобы купить себе новые квартиры. Андрей Грагуленко, Николай Епифанов, События. В Самаре приводят в порядок озеро Родничок Надежды в Советском районе. Сейчас там фильтруют воду и очищают дно. Место притяжения самарцев станет радовать жителей уже к концу месяца. Подробнее Мария Левина. Ксения Шишкина переехала в Советский район всего год назад. Выбрали это место не случайно в семье двое маленьких детей. Искали жилье с прогулочной зоной рядом. Озеро Родничок Надежды, которое расположилось посреди жилых домов, место притяжения для местных жителей. Мы рядом с домом, потому что площадка рядом, и вот они очень любят голубей тут покормиться, рыбок посмотреть. А черепах их прям очень много. У нас рыбаки тут очень часто пытаются выловить, не знаю. Ловят, нет, каких-то маленьких там что-то ловят. Детишкам очень нравится, они окуньков ловят тут. В последнее время озеро загрязнилось. Жители стали жаловаться на резкий запах. Тогда было принято решение его очистить. В начале июля стартовали работы. Сейчас здесь избавляются от донных отложений. Прошлогодние опавшие листвы, водоросли и тины. Планируют выкачать со дна около 50 тонн грязи. Воду при этом фильтруют. Погружается рукав, где происходит откачка, пульпы. Это вода с донными отложениями. Это все попадает в геотубу, где происходит отделение непосредственно ила от воды. На участке непрерывно трудится бригада из семи человек. Закончить работы по очистке планируют к концу июля. Городские власти обращают пристальное внимание к водоему. В 2020 году Департамент городского хозяйства и экологии проводил работы по биологической реабилитации озера. В этом году после ликвидации донных отложений специалистами-экологами профильного ведомства также будет рассмотрена возможность проведения работ по восстановлению экосистемы озера «Родничок» Надежды. Мария Левина, Николай Епифанов. События. В сентябре россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации, а самарцам депутатов Самарской Губернской Думы. Чтобы все прошло прозрачно и честно, все этапы избирательной кампании пройдут под народным контролем. В региональном избиркоме состоялось подписание протоколов взаимодействия избирательной комиссии с общественным штабом наблюдателей, который начал свою работу в марте этого года. Председателем штаба является Галина Николаева, сопредседателями Виктор Полянский и Владислав Волков. А в состав совета входит также генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Как будет организован контроль, расскажет Ольга Хомракулова. Выборы в Государственную Думу и региональный парламент 19 сентября должны пройти честно, прозрачно и легитимно. Для этого все этапы избрания пройдут под пристальным народным контролем. Региональный избирком и общественный штаб наблюдений за выборами подписали протокол взаимодействия, чтобы определить, к чему готовить независимых наблюдателей и как будет организован обмен информацией непосредственно во время выборов. Стороны обязались допускать друг друга не только к этой информации, но и к рассмотрению жалоб, которые могут возникнуть по возможным нарушениям прав избирателей. Поэтому для избирателя вот этот один из инструментов, в том числе общественного контроля, очень важный момент. Впервые избирком Самарской области допустил общественников в святая святых к материалам жалоб, которые ранее могла рассматривать только избирательная комиссия. Но именно это и позволит убедиться в том, что вышестоящие комиссии не прикрывают своих, если там действительно выявлены нарушения. Такими шагами, такой открытостью и формируется доверие к выборам. Одна из первых задач, которая решается именно штабом общественного наблюдения, это снять действительно вот эти конфликтные ситуации, которые у нас время от времени возникают на избирательных участках. Здесь очень важно, что общественный эксперт выкристаллизовывает ту суть, если она есть, проблемы, и уже здесь легче и нам разбираться, есть ли там нарушения. На сентябрьских выборах в целях обеспечения безопасности людей в условиях распространяющейся коронавирусной инфекции процесс будет организован в течение трех дней – 17, 18, 19 сентября, что значительно снизит количество людей, одномоментно находящихся на участках. В то же время избиратели смогут сами решить, когда удобнее прийти на избирательный участок, а когда отправиться по своим делам. Конечно, конкурентность будет очень высокая, уже сейчас видно. Областная избирательная комиссия это вела до сведения и журналистов, и граждан, что сейчас выдвинулись и партийные списки, и есть самовыдвижение. Независимым общественным наблюдателем может стать любой гражданин России, достигший 18 лет. Работает горячая линия, где можно уточнить все детали. Также работает телеграм-канал, в котором публикуется информация о работе штаба, наблюдателях и вопросах, касающихся предстоящих выборов. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков, События. Самарские новостройки выросли в цене за первое полугодие этого года, а в среднем на 15-17%. Статистику сегодня подтверждают все ведущие региональные эксперты недвижимости. Подогревает рынок дефицит предложения, а также благоприятные условия выдачи ипотеки. То, что прайс на жилье достиг исторического ценового максимума и снижаться не собирается, сообщают и специалисты рынка всех крупных городов России. Так, в Москве цена за один квадрат местами переваливает за 250 тысяч рублей. Это на 19% выше ценника полугодовой давности. Насколько отличается стоимость жилья в Самаре от столичной, и какие прогнозы дают эксперты рынка недвижимости на конец лета-начало осени, узнала Гульфия Асафина. Все сбережения в недвижимость. На фоне всеобщего роста цен, падения депозитных ставок и привлекательных госусловий по ипотеке, жители все чаще предпочитают вкладывать свои сбережения в недвижимость. Спрос на жилье, прежде всего новой застройки, вырос еще в конце 2020 года, и, вопреки ожиданиям самих экспертов рынка, не перестает расти даже в традиционно спокойные летние месяцы. Вторичное жилье не отстает. Средний рост прайста – 10% по сравнению с мартом. Появившееся ликвидное жилье достаточно быстро уходит с экспозиции, и сразу то жилье, которое появляется следом, оно уже дороже. То есть, если мы могли, допустим, в начале весны купить хручевку однокомнатную за 1,9 млн, то на сегодняшний день это 2,3 млн. Рынок новостроек у нас вообще сошел с ума. Вот, допустим, советский район на границе Октябрьского. Конец года, где-то октябрь-ноябрь, 50% цена за метр. Начало года 65% за метр. Сейчас уже это около 80%. Впрочем, не только в Самаре наблюдается такая картина. Цены на новостройки, в том числе и из-за подорожания строительных материалов, за последние 6 месяцев выросли в среднем на 17-20% во всех субъектах России. В элитных районах столицы 63-го региона, причем речь идет и о старом фонде, цена за квадратные метры еще выше, иногда за пределами 100 тысяч рублей. Сейчас цены на историческом максимуме. На данном этапе мы не наблюдаем значительных каких-то предпосылок для того, чтобы цены снижались. Они сейчас стабилизировались. Спрос сохраняется в очень активной такой позиции. Поэтому в ближайшее время предполагать, что цены значительно будут снижаться, я бы не стала. Охладить перегретый рынок, по оценкам специалистов, смогут появление в продаже новых объектов недвижимости и снижение спроса, чего пока не наблюдается. Поэтому эксперты рынка рекомендуют не ждать изменений ситуации. Сейчас лучшее время для продажи жилья. Главное отчетливо понимать, куда направить высвободившиеся финансы. Если же речь идет о размене квадратных метров, здесь рекомендации следующие. Постарайтесь оформлять задатки по договору одновременно, сразу по двум сделкам, как продажи старой квартиры, так и покупки новой. Это поможет нивелировать риски потерь. А чтобы не купить жилье по неадекватно завышенному ценнику, говорят аналитики рынка, не пренебрегайте советами специалистов, даже если сделку намерены проводить без помощи риэлтора. Гульфия Сафина, Николай Епифанов, События. Настоящий отдых без барьеров. Герои следующего сюжета, коренные самарцы, не видели волку более 10 лет. Не позволяло состояние здоровья. Но на этой неделе для одиноких людей с ограниченными возможностями организовались самый настоящий пляжный день. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Эта история не о затворниках, а о людях, столкнувшихся с бедой и болезнью. Татьяна Зиновьева не видела Волгу уже 10 лет. А Александра Белоусова и вовсе никогда не была на пляже. Муж умер, и все. Я одна. Сын потом умер. Ну и все. Можно сказать, кончилось все это. И Волгу забыла. А так получилось. Работала день и ночь. С работы на работу шла. Надо было семью кормить. Сейчас они постояльцы в обители милосердия в честь великомученика Дмитрия Солунского. Но чтобы жить и радоваться, повод не нужен. Служители обители совместно с городским департаментом опеки, попечительства, социальной поддержки и телеканалом Самара ГИС организовали для наших героев пляжный день. На набережную в районе Некрасовского спуска, где оборудован доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, их доставили на социальном такси. А на берегу под опеку взяли волонтеры. Мы помогаем им спуститься, если это необходимо. Можем предоставить лежаки, чтобы они отдохнули, загорели также. Если хотят искупаться, у нас также есть специальная коляска. Мы сажаем их туда и потихонечку спускаем к Волге и, конечно же, искупаем. Прелесть! Это прелесть! Это чудо! Люди радуются, искупаются. Это прелесть! На самом деле это праздник. Такой праздник. Я просто забыла. Даже вот пощупать Волгу и то. Результат – счастливые загорелые лица и масса положительных эмоций. Но главное – такие истории – это показатель, что отдых без ограничений доступен каждому. Отметим, что Татьяна Зиновьева стала героиней нашего нового проекта «Обернитесь», который выходит на телеканале «Самара ГИС» каждый второй вторник месяца. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!